Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва, которая расскажет про капусту. Но не про обычную капусту, качанную и всякую прочую, а та, которая называется декоративная. Давайте подумаем о прекрасном. К тому же и декоративную капусту на ранних этапах тоже можно кушать. Конечно, если нету качанной или какой-нибудь другой вашей любимой. Итак, декоративная капуста известна давно. И чем она хороша? Почему я буду вам ее рекомендовать? Потому что в осенний период, когда краски лета уже вроде бы отсвели, осень потихонечку подкрадывается, и осень вступает в свои права, и все мрачнее и мрачнее, и много серого, то декоративная капуста становится просто хозяйкой во дворе и станет хозяйкой в вашем цветнике благодаря своей необычной окраске, благодаря необычной форме листьев. Декоративная капуста, она в принципе та же капуста, что и съедобная, и называется также она брасико-алерация, брасико-посевная, только ацефала, то есть безголовая, не завязывает головок. И это хорошо. Лидеры по производству сортов капусты – японцы. И часто на пакетиках пишут F1. Это говорит о том, что даже если бы мы захотели получить снова такие же прекрасные растения, то вряд ли они у нас получатся. Есть еще модное в настоящее время такая фишка среди любителей, особенно здорового питания. Это капуста, которая также кучерявая, и она называется сабелика. Это не совсем то, что кале, но иногда называют ее кале. У нее низкий рост, сантиметров 20-30. Листья в меру кучерявые, очень декоративные. Вот эту сабелику ее можно кушать на любом этапе роста, принимать ее в пищу. И в различном виде, как в сыром, так и после термической обработки. Что вам нравится. Капуста кале, особенно черная, черная итальянская кале. Она очень декоративна. Именно черную итальянскую итальянцы, конечно же, просто издревле использовали в пищу. Но листики немножко горчат по мере роста. Но в начальный период они, конечно, очень же даже вкусные и диетичные. Но она хороша своей необычной формой и своей необычной окраской. Листья матово-оливковые, даже сизые. И выглядят очень декоративно. Она тоже невысокого роста. В сочетании с любыми другими цветами. Потому что, сами понимаете, зеленый цвет нейтральный. И можно сочетать с чем и с кем угодно. Это то, что касается кале и сабелики, которые можно однозначно принимать в пищу. А многочисленные сорта, которые я говорила, декоративные. Они могут быть с кучерявыми листьями. Они могут быть в виде рыхлого кочана, несформированного. И напоминать с собой огромную розу самых невероятных окрасок. Для того, чтобы ее вырастить в срок, мы должны ее посеять сейчас, в середине апреля. Как мы ее будем сеять? Обычным способом. Сходит капуста замечательно. И это очень радует, потому что с растением, которое не надо ни тереть, ни мочить, работать очень приятно. Схожесть у нее, как я говорила, замечательная. Мы ее можем посеять в горшок, в ящик, во что угодно. Вы можете посеять ее вместе с той капустой, которую вы любите выращивать у себя на участке. Семена у нее не отличаются от всех прочих других капуст. Может быть, немножко мельче, крупнее и отличаться темнее, светлее по окраске. И посеем. Обычным способом. Рассыпали. Сверху. Если мы дома выращиваем, засыпали смелее, мы ее не пересыпем. Ну, сверху больше, чем 2 сантиметра насыпать не надо, потому что, если мы где-то в рассадничке, в открытом грунте поливаем, мы можем вымывать. Поэтому 2 сантиметра будет достаточно, чтобы не вымывать. А в домашних условиях хватит и сантиметра-полтора. Она пробьется, уж поверьте. Проливаем. Если будет 20-22 градуса, то через 4-5 дней мы получим проростки. Ну, конечно, не забываем иногда увлажнять по мере подсыхания. Укрываем пленочкой стеклышком, дожидаемся проростков. Когда образуются два настоящих листочка, мы ее пикируем обычным способом. Вот эти растения распикированы уже 2 недели назад. Ну, нам было надо так, поэтому для особого цветника. Поэтому мы ее посадили немножко, посеяли немножко раньше. И вот они такие замечательные уже. Есть сорта вот с такими рассеченными листьями. Сейчас это очень распространенный сорт. Называется белый павлин, либо красный павлин. Может быть, еще какие-то торговые названия немножко другого содержания. Но смысл все равно в том, что вот такие сильно рассеченные листья. Затем в диаметре на хорошей почве куст достигает сантиметров 60. Поэтому, когда вы будете пересаживать в открытый грунт, то в зависимости от внешнего вида, будь то капуста-сорт, который растет вертикально, либо тот, который образует плотные такие качанистые, скажем, соцветия, не соцветия, а листья, либо с рассеченным листом, кто-то более мощный, кто-то менее мощный. Значит, и сажаем в соответствии на таком расстоянии. Это может быть 40 сантиметров, либо 60 сантиметров, чтобы потом растение могло проявить себя в полной красе. Капуста любит нейтральную почву, умеренные подкормки. Не перебарщивайте с азотными удобрениями, потому что она будет идти в рост, но в ущерб характерной окраске сорта. Поэтому все должно быть в меру. Поливы капуста любит, поэтому уделяйте этому внимание. А на что я хочу обратить еще внимание, что весной не торопитесь выносить капусту в цветник до того момента, пока не минует угроза заморозков, потому что длительное понижение температуры может спровоцировать цветение. То есть капуста пройдет яровизацию, и тогда на наших красивых цветочных кочанах появятся цветоносы, цветочные стрелки, что, конечно, будет портить декоративность. Ну, если у вас там один кочанчик, и вы можете прищегнуть эту стрелочку, но все равно он получается изреженный. У него уже спровоцирован процесс закладки семян, образования семян. Поэтому не торопитесь, как только минует угроза весенних заморозков. Только тогда мы выносим на открытое место либо предусматриваем какое-то минимальное укрытие типа спонбонда. Ну и все. Капуста не повреждается болезнями практически, за исключением, конечно же, тех вредителей, которые нападают и на нашу огородную капусту, которую мы употребляем активно в пищу. Это те же гусеницы, тля, поэтому заранее можно провести профилактическую обработку. Либо вы понимаете, что ваш участок там предрасположен благодаря наличию каких-то других растений, из которых может напасть это, переброситься сюда. Значит, смотрим за здоровьем и соседних растений, чтобы ваша декоративная капуста дождалась осени и была очень красивой. Можно ли ее употреблять в пищу, как капусту сабелику или кали? Ну и скажу вам из личного опыта, что можно, как-то украсив для гостей стол, разложив закуски, скажу вам, что ушли и закуски, и капуста, и всем было хорошо. Может, это от хорошего настроения, но в молодом состоянии, если отбросить шутки, в молодом состоянии можно листочки употреблять в пищу, а затем они грубеют. Ну и, конечно, если мы будем подрывать, мы будем портить декоративность нашей красавицы осенней. Поэтому в путь на осень. Помним, что она наступит, и надо, чтобы осень нас что-то радовала. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего хорошего.